Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 30-го часа пойду к лору, к отеларингологу, также известному как ухо, горлонос И нормально все будет Автор какой идеи? Я готов признать авторство любой идеи Я не особо цепляюсь за идеи, которые заимствовал Потому что я признаю, что их заимствовал Геймоголическую идею заимствовал Идею 5 лет вынашивать гейморита я, пожалуй, придумал только сам Как стримить вспомнил? Окей, это легко Почему у меня рутони чат не показывает чат? Вартандером иногда читают Надо постараться Ладно, рутони чат что-то как-то не хочет сегодня Ничего показывать, я его перезапущу лучше А то я тут ВБС чат вижу, а в рутони чате чата не вижу Почему? Ну-ка Сейчас посмотрим Что-то включится как-то, настройки Все такое А, автор идеи развития хронического танзелита и бронхита Вот, мы немножко коллеги, получается Мы в соавторстве хронические идеи продвигаем А почему мне микрофон? Тише нет, не стал мне тише А как стримить? Я вспомнил А как играть? Чё нажимать? Чё делать? Это не важно Кнопки-то тут все написаны Да и карта у меня под рукой Да и записи о квестах и о всём, о всём, о всём, что находил тоже А вот, на чём я остановился, уже не помню Предположим, что я вчетел в этом городе, да Это на удачу нажал, вообще чисто Легко Вспомнить, что я хотел делать Возможно, в данном сходить в этом городе Но я сегодня ненадолго, потому что Ну там, ладно, все будут пересматривать Сразу скажу, пока ещё не все пришли То и регулярных стримов сейчас Пока не будет какое-то время Потом я это отдельно ещё скажу Когда в следующий раз запишу Фейт Гейтс оф Дон Это завтра или в пятницу Скорее всего, в пятницу Там тоже об этом надо будет сказать Потому что есть люди, которые смотрят Мэттен Мэджик, но не смотрят Фейт Гейтс оф Дон А есть люди, которые смотрят Фейт Гейтс оф Дон, но не смотрят Мэттен Мэджик Я сейчас на новом месте Как многим уже известно На новом месте новые нужды И всё такое Надо и работу работать Как-то эти нужды обеспечивать А пока что у меня И работа такая удалённая Со спецификой, заключающейся в следующем Чем больше работаю Тем больше получаю Не работаю в какую-то минуту Значит, допускаю возможность Что-то получить И поэтому пока нужно больше времени Уделять обеспечению выживания Вообще выживаемости А потом уж как-то вернуться К этому Микрофон подальше Ну я могу подальше От микрофона попробовать Как-нибудь так А что у меня тут по айтему Есть у ребятишек А, кактусный нектар Да, надо в пустыню попытаться Отнести ребятишкам Которые со мной не стали торговать Мешок с солью, как обычно Есть песком, точнее Нюхательная соль Вот это, как обычно Верёвка с крюком Ключ серебряный Который делает что? Сейчас вспомню Кожу, по-моему, кастует, да? Да, кастует кожу Бронзовый ключ кастует Detect Magic Это я помню Тут у нас ковёр-самолёт Который надо экипировать Иначе он не будет использоваться Когда понадобится Опять нюхательная соль Его сущности в виде гномика По имени Край Верёвка И мерчанский паз Который, скорее всего, уже не нужен Но пока выкидывать его Боюсь Он свернул ещё А, нет, нам всё равно ещё Ходить в блэк Верёвки в замке Так что пусть будет По еде у нас нормально По здоровью у нас Нормально у нас тут Тоже, слава богу На поправку идём Ну и всё, можно и погулять Я думаю Куда я тут дамж хотел сходить Не помню Всё, попробую Попробую спуститься А чё по экспо? Можно уровень получить? Нет, нельзя Ещё надо 14 тысяч опыта Кому 14, кому 15 Кому все 30 Во-во-во, да Тут ходил Тут не доходил Ну сейчас продолжу тут ходить Чё мне остаётся делать? Вспомню, как кастовать свет Вспомню, как кастовать свет Вспомню, как кастовать кожу Вспомню, как кастовать кожу Вот и освещённые Облачённые В магическую кожу Сейчас пойдём Засвечивать территорию Которые ещё не засветили Тут, я помню Какие-то были ловушки неприятные Мне это нужно что-то От психической защиты Да, вот психик протекшн Сделать И левитацию Вроде левитация Мне это поможет В каких-то местах Не помню точно Какая тут фигня была Ну, всякий случай Кастую левитацию Мало ли Чё у нас тут ждёт Ману не всю истратил Это приятно Когда ману не всю истратил Чё тут было Ладно, уже ничего Пойду по часовой Как обычно Какие комнатки Как комнатки уже точно засвечены Очерчены Я сейчас буду засвечивать Это что такое Минорные демоны у нас на поле Гиппогрифы Странглирующая вина Неприятно Что делать Но это залог нашей прокачки Я буду вспоминать Как тут убийцы Вспомню, что у Керган У меня есть сейчас Какая-то магия Которая Пользоваться не буду Потому что она у меня Главное Попадающая С кого начать? По гиппогрифу Он самый страшный Демоны делают Энерджи-бласт Я не хочу Чтобы они делали Энерджи-бласт Поэтому я буду у них Шутать Всё, минус один Уже приятно Ну да Лучше Минорных демонов Сначала По возможности Выкосить Блеск скастовать Без блески Делать нечего Вообще Что-то можно сделать Можно фаербольчик Пыльнуть Что экономить Пока не нужно Всегда можем Тут и отдохнуть И восстановиться Любыми другими способами Которых не то чтобы Много Но им хватает Отдохнуть И ещё раз Отдохнуть Например Сон Лучше Что такое Края вырубили Кириган Это наверное Это всё Энерджи-бласты Это вот всё Гадкие Энерджи-бласты А я циклы Циклы Должны Уменьшаю Потому что Я привык К скоротечности Этих мест Но надо поднимать Чё делать Кьюри Вон С кириган Она нам тут пока Полезней всего Должна быть Всё-таки попадает В отличии от многих Почаще Люблю Люблю Когда попадают Просто Ничего не могу С собой Поделать Сейчас Молнии Попрактикуем Ооо 27 урона Замечательно же Ну а тут так Стукаем Первый Попробуем Что такое Они мои Молнии Вырубили Не люблю Когда Свет солнца Вырубается Но это Случается Часто Как в жизни Примерно Надо себя Полечить Иначе Никого Не смогу Лечить Вот Вечно Так Кому Помочь Хочешь Себе Сначала Помоги А то Ну Так Будешь Без сознания Валяться Толку От Тебе Никакого Что у нас Тут есть Сначала Детектив Ладжики А Ну свет солнца Не может Детектив Часто Чего Тоже Надо Дохнуть Немножечко Того А хотя Я всё Буду Открывать А Ну я тоже Не могу Потому что Край Без сознания Тоже Давайте Отдохнём Для начала Вставать Пока ничего Не буду Пока Не обыщу Ловушка Конечно же Есть И Демочки Демочки Край Не нужны Он Отдаст Свет солнца Свет солнца Все 21 Всю 21 Штуку Сейчас Сейчас Опять Свет Сейчас Опять Кожу И Вот эти Все Психические Протекшн На всякий Случай Я научен Этим Подземелям Что тут Есть смысл От этого Защищаться Было Много Очень Неприятных Мест Маленькие Комнатки Ходим На все Клеточки Тыкаем Ну и Ничего Тут Нет С чем Я нас Поздравляю У нас Спасла Психическая Защита Здесь У нас Спасла Психическая Защита А вот А тут Ничего Нет Я бы В этот Квадратик Что-нибудь Запихал Но Это И Грудь А у Не я Что У нас Сталактика Походу Никак Поэтому Отдыхаем Нет Или Да Отдыхаем Сейчас Обкастовываемся Опять Со страшной Силой Потому Что Дурак В тот Конец Мне уже Не надо Там Я в стену Везде Тыкался Никаких Тайных Ходов Не Было И Хорошо С Не Тайными Ходами Разобраться Было О Левитация Спасла Сейчас Яма С Ядовитыми Шипами Яма С Ядовитыми Шипами Это Неприят 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 Гитара Господь Ну а Клерик Сегодня Как Одного Паралич Паралич Уит Специально Так Сказал Не Оговорился. Не подумайте. Можно бы полечить Серофармида. Как раз он немножко отхватил. Или уменьшить всех здоровья сейчас. Из тех, у кого его много. Из тех, у кого его мало. Свет солнца легче поднимать из бессознанки, чем лечить. Каждый раз. Он тут даже не нужен. Ничего особо делать. Пусть защищается. Подстоит блочит. Глоточек изысканного напитка. Под названием чайный кофе. Сто лет такого не пил. Герегом полечим. Чтобы все здоровенькие были. Что у нас тут? А тут тьма магическая у этих квадратов. Чефир посоветовать не могу. Потому что не практикую. Возможно не употребляю. Я вроде где-то читал, что просто супер крепкий чай это не чефир. Там как-то по-другому все делается слегка. А так я адепт липтона греческого. Ну, конечно, не греческий. Кто знает, тот поймет, как говорится, откуда. И цитата такая пошла. Вот так всю жизнь со мной липтон. Где бы я не жил до этого времени. Сейчас у нас тут липтон не водится. Вот так же. Новосибирский липтон повсюду сплошной в больших коробках. Что дома липтон сплошной, когда другого чая нет. Беру пакетик. Беру пакетик. Мой рецепт приготовления чая. Липтон в пакетиках. В обычных пакетиках. Сумочки. Не пирамидки, не треугольники, не кельны. Обычные пакетики. Стакан. Ну, там 200-300 миллилитров. Кипятком заливаешь. Пьешь два часа. Ну, как у меня там режим обычный мой. Пьешь два часа. Выпиваешь половину словно или две трети. Ну, потом туда доливаешь еще. По желанию можно еще пакетик кинуть. Потом доливаешь еще через два часа. Ну, по желанию можно еще пакетик кинуть. Ну, как пойдет. Раньше я чередовал. Особный режим был. В полночь начинаю с чая. В два часа ночи. Потребляю кофе. Растворимый. Перемолотый папой в кофемолке. Возможно, настолько растворимый. В иных смыслах растворимый. Потом в четыре часа чай. Опять. В шесть. Ну, когда кофе, когда чай. Необуманист. Приветствую. С путей познания не сворачиваем. Ни в коем случае. Не дай бог вообще. Сразу можно крест ставить. Ну, вот кислоты. Зачем кислоты? Ну, чего я кислотные вовушки ставить? Ну, не люблю кислотные вовушки. С геморит давать. Все тем же людям. Чего там по здоровью? Ослеплены тут почти все. Отдыхаем. Так. Тут нам свет кастовать бесполезно. Я так понимаю, тут магическая темнота у нас. Скорее всего. Потом будут остыкаться стены, пока здесь нахожусь. Ну да. Что было ожидать еще? Пожа, свет, левитация. Почему после кастования света интерфейс персонажей выключается? Непонятно. Не очень удобно. Еее. Кфор пожаловал. Левитацию, конечно. И психическую защиту. От психических. Так. Я тут стену потыкал. Ну да. Скорее всего. Просто еще один такой же коридор будет. Скорее всего. Опять с магической темнотой. Будет она. Неладно. Я сначала тут везде двери анлокнул. Чтобы каждый раз на меня отдыхать после ловушки неприятно. А потом уже по ним похожу. Вот так я придумал. Ой, там еще двери. Ладно. Я буду партией на двери открывать. Несколько ребят уснули. Мы их сейчас поднимем. Awake. Awake не у тебя. Awake у тебя. Я не могу сейчас. Настоящий индийский чай только в пакетиках липтон. Это правда. Потому что мое чутье на чаи меня никогда не подводит. Ну прибавить не могу. Могу просто поближе к микрофону быть. Хотя меня тут попросили быть от него подальше. Можно у себя прибавить там. Не знаю. Потому что кричать тоже не хочется. Чтобы зашкаливало что-то тоже не хочется. Микрофон у меня как всегда тот же самый. Пятидесятирублевая купленная в 2005 примерно году. Папочка Genius. Все еще работает. Все еще лучше всего на свете. Ну вот. Да. Я никак не могу это отрегулировать. Тут как-то другие настройки надо ставить. Попробую покашлять. Внимание сейчас может быть будет громко. П. Б. П. 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 Пойдет. Я как еще раньше делал чтобы как-то шумы подавлять. Я не помню чем. Я брал какую-то фигню. Обматывал ей микрофон. Ну типа как вот некоторые ребята носки на микрофон надевают. А я какую-то пленку взял. Ткань пленку. Не знаю что это было. Я не помню. Натянул. П. 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 Василисков. Он освободился от пералича, это не очень эффективно было. Так, что можно придумать похитрее? Я думаю тут лучше подамажить, лучше подамажить со всех сил возможных, молнией бахнуть, которые никогда нас не подводят, но иногда наносят неполный урон, к сожалению. Всего сельско нет. Концентрируемся на ограх. Ну есть конечно какие попадутся, у меня вот такая очередь относительная. Я когда-то рассказывал о том, как я планирую разбирать всю свою библиотеку игрулик. В пять или сколько, сейчас я гляну даже, как это у меня там устроено. Несколько, ну ладно, сейчас примерно расскажу, несколько итераций. И каждый из них, ну много итераций, потому что у меня их там за две тысячи, на все жизни не хватит конечно, поэтому там много рандома. Первый шаг это что-то из стима по алфавиту. Второй шаг это что-то не из стима по алфавиту. И по алфавиту также расположены всякие сервисы, магазинчики и прочие дистрибуторы. Третье это что-то из стима рандомное. Четвертое это что-то из того, что я уже играл по рандому опять же, из таблички, которую я веду. Пятое это что-то из архива, который мы там ведем для сохранения всяких штук, который начался как инициатива по сохранению артовых игрулик, всяких артефактов, как я их называю. А потом превратился и в архив по сохранению старых игрулик, а также просто тех, которые я считаю хорошими и достойными того, чтобы с ними ничего не случилось. В случае еще с магазинами, издателями и разработчиками. Ну вот такими критериями и пользуюсь. Вот что мне выпадет проходить, то и по стриму или позаписываю, если захочется, или если сильно-сильно попросят. Мэттен Мэджики я начал, можно сказать, вне очереди, после ультимы сразу, потому что пообещал еще, когда только ультимы у меня начиналось, по-моему, в октябре восемнадцатого года. Ладно, так и быть. Мэттен Мэджик тоже будет. После Мэттен Мэджика, опять же, вне очереди у меня будет серия Визардри. Потом у меня сейчас на Ютубе прохождение Fate Gates of Dawn затянулось и не планирую его забрасывать, конечно же, но оно будет, скорее всего, еще очень долгим. Dagger Fall не планирую забрасывать, там, правда, заново надо начать, дойти примерно до туда, где я остановился, потому что я там ступил, завалил квест, который нельзя было заваливать, потому что сейчас прогресс дальше невозможен был. Потом Envil of Dawn да пройти, возможно, тоже как-то вне очереди ультимы. Пиларсов и Тернити. Похождения в томе версии 2.3.5 тоже не окончены. Из того, что у меня там еще не до проведенного, наверное, пока все. Ну а дальше вот так, что мне выпадет, по моей очереди. Если я посчитаю, что это стоит того, чтобы попоказывать, то попоказываю. А, ну еще, если перепадает ключик от разработчика или просто попадается что-то, ну, очень привлекшее внимание и показавшееся интересным, то это в рубрику «Краем глаза» записываю. Такой одиночный, короткий ролик, как правило. Ну, опять же, это все не сразу, не скоро, не на регулярной основе сейчас, потому что работу надо работать, потому что надо новые нужды на новом месте обеспечивать. Совсем все это дело я забрасывать не планирую. Тут главное, чтобы немножечко финансовая нагрузка спала, плюс как-то отменеджить время, чтобы не все время только работать, 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 успевать заниматься и другими делами, и общими делами какими-то, и делами на благо близких мне людей и все такое. Чтобы на все хватало времени, нужно хорошенько постараться и все организовать. Этим буду заниматься. Ну вот, кстати, да, у меня была мысль продолжать Деггерфол на Юнити. Вот этот порт его. Но я подумал, что мне было бы очень трудно восстановить персонажей и те условия, в которых мой персонаж находился на момент запора прохождения, но получилось это сделать при помощи утилит для ДОСовской версии, поэтому буду продолжать проходить ДОСовскую, а Юнитевскую может когда-нибудь потом, там, для себя чисто, или, опять же, постримить иногда, параллельно книжки почитать местные, или не местные книжки, поразговаривать, просто о чем-нибудь порассуждать, как я иногда делаю. В общем, планов много, связанных не только с игрульками, все они будут постепенно осуществляться, осуществляются и, ну, размеренно. Мы же никуда не спешим к нам спешить ДОСовской. Поспешишь, получишь шиш, как говорят мудрецы. Давай-ка к фор еще молнию хорошенько, зритель. Вот и вырубили. Хорошая молния была. Так-то он ложь тоже. Да на Юнити даже и багфикс модов особо, наверное, не надо, насколько я знаю, насколько нам рассказывал Флавия Драккерс, наших знакомых, приятелей и друзей в Дискорде. Он внимательнее, чем я следил за разработкой Даггерфоу Юнити. Ну, я, в общем, отметил для себя тот момент в предыдущем году, когда вышла версия, которая позволяла его уже пройти полностью. Ну, сейчас там вроде уже и в эмпиризм работает, и все такое. В общем, все вот эти мелочи интересные, ради которых в Даггерфоу поиграть и можно. Потому что сам по себе он, как в РПГ, без всяких вот таких мелочей, деталей и нюансов скучный, унылый. Тут уж извините, если есть особые ценители. Ну, конечно, он сильно лучше арены. Битхезда начала с сильно амбициозных вещей. Ну, не считая экспортивных симуляторов. Совсем ранних. А сейчас прикол их Microsoft купили. Вот и не знаю, что об этом думать пока. В детали сделки не вдавался. Я с некоторых пор очень был разочарован Битхезда и, в частности, их... В частности, моей этической несовместимостью с их практиками. Но сейчас, возможно... Ой, извините. Microsoft их как-нибудь направит на путь исправления. Хотя я не знаю, как они... Как уже издатель второго порядка будут... Работать с разработчиками. Посмотрим. Ничего у них покупать я пока все еще не хочу. Doom Eternal и Doom 2016 года все еще интересуют. Но не настолько, чтобы закрывать глаза на то, как они обращаются с франшизами, разработчиками и всем таким. Интересные обычаи. Я о таком не слышал. Но, 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 да, я думаю, это действенно. У фанатов серии The Elder Scrolls... Это пятая часть, которая Skyrim... Есть обычаи. Тем, кому не нравятся их более современные игры, которые выградывают и заставляют прогреть арену. Первую часть. Которая совсем ужасная. Но у меня это такой... Уличный интерес ее пройти. Мне, потому что и Oblivion нравится, и Морвин нравится. Skyrim не знаю, пока не играл особо. У меня тогда компьютер его не тянул. А потом, когда начал тянуть, то интернет не позволил его постримить. Я его хотел постримить на его пятилетнюю годовщину. Или десятилетнюю? Да, десятилетнюю в этом году. В прошлом году. В ноябре я хотел его постримить. А сейчас у меня опять пока компьютер не позволяет. У нас тут... Пока это тоже отложилось на неопределенное время видеокарту, мы быстренько так подсвечились, взяли. А монитор... Для нее не взяли пока еще. Ну и пока другие вещи в приоритетах. Так что пока точно без Skyrim. Microsoft, конечно, империя зла. Тут уже неизвестно, кто злее. Битхезда или Microsoft. Настоящие геймеры выбирают Linux. Ну, настоящие геймеры выбирают то, что им удобнее, конечно. Но если кто-то до сих пор считает, что Linux плохая, платформа для гейминга, то... Пора им... Разубедиться в этом, потому что... Это давно уже не так. Так... На кого поднимаем свет солнца? Надо поднимать... Что там? Мертвый. Может, я еще не мертвый, а так вырвался немножечко. Вот сейчас молнии пригодятся ему. 23 дамага, 23 дамага. Это много, но не очень. Кфорд ставил очень тонкую и ироничную вещь. Настоящие геймеры выбирают Nintendo. Майкрософт вроде не душит начинания фанатов. Ну, это тоже правда. Я, во всяком случае, не знаком с прецедентами, если они были. Что, кого лечим? На себя лечим. Остался один огород. Отбой мы затащили весьма хорошо. Он тяжелый был. Он был тяжелый. Что у нас тут? Ловушка, конечно же. Сначала не понял, а потом, как понял со всей силы. Как обязательно отдохнуть? Иначе будет плохо. Кожа не доставать опять психическую защиту. Психическую защиту. Да. Да. Когда не понял, про что шутка, надо говорить вот так вот. И так вот пальцем делать. Типа понял. Потому что никто же не знает, понял ли я сам. Я сейчас, может, прикидываюсь, что понял. Мы опять огороди. Угу. Угу. Ну, без Василиска. Но с Гулиной. И Гульвер. Ладно, попробуем. Если что, ну, я сегодня не ставлю никакой особой цели. Типа там прокачаться хорошенько. Ну, все успеется. Мы же тут не за этим особо. В том числе и за этим. Ну, а так, если этого не получилось, то хотя бы тут поболтаем, посидим, гардографируем. Тоже прогресс какой-никакой. Ну что, кого будем? Клерик его щелкнули. Окей, не получилось. Попробую Turn on Dead сделать. Не получилось. Жаль. Очень жаль. Что можно сделать еще? М-м-м. Да фэрболами работать надо. О-хо-хо-хо. Никто не понял шутку. Один. То есть я сделал вид, что понял шутку, а к фор сделал вид, что пошутил. Вот так и сидим. Вот. Нормально. Так и живем потихоньку. А вот по поводу GRPG я уже опять с прошлого года тоже собирался еще когда в чинах там у себя был на болотах. Думаю, что бы, по примеру, Егорки с канала Гной, также его твич-канал Дом, который построил Гной. Егор, привет. Хотел пройти второй раз в своей жизни Xenoblade Chronicles, которая выходила на Nintendo Wii. Первый раз я ее проходил как долбоеб и эмулировал не обычный геймпад, а палку для Wii, которая как пульт, который махать надо, она движение ловит. И поэтому мне в бою приходилось 20 кнопок с чем-то нажимать. Но я ее все равно прошел каким-то чудом. Хочется еще раз. Да, он переименовал я видеоканал. Неожиданно было. Но это потому, что у них какой-то там закон, наверное, что нужно под своими именами каналы вести. Или почему? В чем прег? Может наличить кого надо? Да по крайней мере. Ой, че я ему там уже? А, потому что по запросу Гной вылезают видосы с Гноем. Неудобно, да. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Неприятно. Афтер Дэн пишет. Мерзкое зрелище к фору добавляет, как контент Егора. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Не, ну мы, конечно, любя. Мы, конечно, любя. Я живу как брат и родного. У меня просто двоюродный брат Егор есть. Я с ним не общаюсь по разным причинам. А тут вот родненький Егорушка. Еще и Захаров как родственники по маминой линии. Он же как брат мне родной уже практически. Обзоры у него вообще шикарные. Это его конек. И действительно странно я поддерживаю его в этом сокрушении. Почему-то его обзоры особой популярностью не пользуются. Хе-хе-хе-хе-хе. Любя, конечно, бьем, значит, любим. Говорит КФО. Так осталось все меньше логов. Но були все еще меня напрягают. Можно их тернуть все-таки? Я бы тернул, если можно. Можно? Нет. Сейчас плейлы фэлятся. Почему-то. И тебе привет, КФО. И Нори тоже привет передавай. Кошачий мяу привет. Че, лечимся? Ну, пожалуй, да. Ну, и у гуманиста полечить. Ох, тяжелый бой. Не настолько, как предыдущий. Но он скорее просто... Утумительный слегка. Че, еще кого лечим? Пока никого. Пока никого. Поэтому свет солнца. Когда некого лечить, лечим свет солнца. На сдачу. А блес-то у меня есть? Блеса у меня нет. Надо было блеснуться. Зачем свет солнца лечить, когда можно блеснуться? Свет солнца легче поднять из бессознанки. Всегда это повторяю, потому что... Могу иногда забыть сам. А у тебя и так мало хэпов. Тут просто уже враги такие, что... С одной-двух тычек тебя снесут, если по тебе будут стукать. Поэтому тебя проще не лечить, а поднимать из бессознательного состояния. Уж так вышло. Ничего личного. Просто менеджмент ресурсов. Ему фармируем не нужный. Большой щит тоже нафиг не впился никому ни во что. Ну, отдыхаем. Че у нас по идее еда еще есть? Кожица. Защита психики. Левитация. Что для меня в играх самое главное в разных. В разных разное. В рпгах мне вообще во всех любых рпгах. Японских. Экшоновых. Вот таких вот dungeon crawler. Нравится эксплорить. В рогаликах тоже. В рогаликах нравится экспериментировать и просто смотреть что вообще там происходит. В hack and slash экшен рпгах типа Diablo мне вообще ничего не главное. Просто нравится кромсать мобов, собирать крутой лут. Эти игры так и работают. Больше они ни для чего не нужны. Кромсаешь монстров, собираешь билд крутой и все. И нормально. Ой, я же сегодня придумал новый вид моба игр. Это... Записывайте. Дизайн документ будем писать потом вместе. Флор пишет. Меня и в жизни легче поднять из бессознанки, чем пытаться отхилить процесс. Да. Поэтому тут очень персонаж такой твой. Вот. И так. Новый под жанр моба игр. Это моба совмещенная с tower defense. Смотрите. Смотрите пацаны. Сносят, допустим, у вас башню. Сносят у вас башню где-нибудь на какой-нибудь линии. И можно сходить в отдельный магазин где-нибудь на углах карты. Ну, примерно как в Dota 2. Нужно, чтобы у каждого участника команды было определенное количество золота. И нужно всем там находиться и скинуться, чтобы башню заново построить. Также можно в таких местах башню улучшать. Менять тип ее, чтобы у нее было больше защиты от магии. Защиты от физического урона. Какие-то особые атакующие свойства. Замедляющая башня. Там что угодно. Такой салящая башня. Вот что-нибудь такое. Сделайте такую мобу. Я играть в нее не буду, конечно. У меня времени не хватает на тему моба, которая мне нравится играть. Но будет интересно, думаю. Хороший хакон слэш это консессенция манчика. Да, это правда. Это игра про это. Ну вот Afterdam говорит, что вроде такое уже было. А интересно. Мне бы хотелось посмотреть хотя бы краем глаза. А что ты еще сегодня придумал? А, нет. Это мелочь. Это я просто чемпиона для лоуного придумал. Ну или вообще для моба какой-нибудь любой. Такой, который вот умирает. Умирает. Вот. И пока лежит мертвый. Там сколько он мертвый лежит. В зависимости от уровня. Столько времени он затемняет врагам обзор в этой области. В каком-то радиусе. Вокруг своего места смерти. Вот такое придумал. Хватайте на заметку разработчики моб. Я сегодня в ударе. Отвал башки. Так, все обставались. Шагаем сюда. Ничего здесь нет. Там тоже ничего. А что может сходить сохраниться? А то у нас тоже опыта набралось. Прилично я бы сказал. Ну да. Больше десяти процентов от того, что нужно для левела. Поэтому я иду сохраняться. Потемно. Господи, Йети. Пчелы-убийцы и ведьмы. Справимся? Не уверен. Попытаемся. Попытаемся. Ну не знаю. У меня сейчас еще проблема такая, что я не могу на официальную работу устроиться. Ну, которая не по договору ГПХ, а по трудовому договору. Потому что у меня военный билет проебан в 2014 году был. Чтобы его восстановить, мне нужно на этом месте временную хотя бы регистрацию получить. Приписаться тут к военкомату и вот такие вот сложные алгоритмы проверить. Но пока что у меня вот такая вот удаленная, где чем больше работаешь, тем больше платят. Пока не работаешь, получается, проебуешь возможность хотя бы частично с маминой шеей слезть. Не, в армию меня сейчас не возьмут. Потому что возраст уже не тот. Хотя когда я хорошо сохранился, просто когда Сиги покупаю, постоянно просят паспорт. Когда еще продавцы не признали, не привыкли. Это потому что пил много. Как некоторые говорят. Ну, хорошо сохраняет. Ну, это все фигня, конечно. Просто хорош собой. Пчелы или ведьма, пчелы или ведьма, пчелы. Чуть-чуть не хватило. Ну да, тебя тоже уже не возьмут. Ну это если у нас ничего не поменяется в этом плане законодательно. У нас, оказывается, конституцию менять можно. Хотя, не знаю, какой смысл, когда и так в обход ее многое что делалось. Меняй, не меняй, а... Зачем? Ну да, я думаю, зачем менять конституцию, если и так в обход ее многое можно делать. Делалось. Ну да, мы уже большие мальчики для армии. Армия для мальцов. А мы уже большие люди. Да, главное вовремя успеть заспортоваться. Вечно молодые. Вечно смысловые галлюцинации какие-то потом. А кто у нас? А у нас тут ослепление кто-то. Неприятно что поделать, ослепление сейчас снимать с вас не будет. Не так это сейчас жмет. Не страшно. Я лучше ослаблю эти. Только на войну могут взять. Ну видишь, сколько войн пережили и ни на одну не пригласили, к счастью. К несчастью, они все еще где-то идут и Россия в этом участвует. Просто вам нужно особое приглашение. Да, нужно особое приглашение. Ну какая война не меняется. Ой, ладно. Ладно, мне можно вообще что угодно говорить. Меня модераторы не смотрят. Хотел сказать, что война, которая не меняется сегодня, это путинские имперские завоевания. на Крыму не успокоился, на Белоруссии не успокоился. Я тоже. В принципе, Великий Лук. Нужен ли кому-нибудь Великий Лук из нашей партии? А? Великий Лук. Есть такой? В Великих Луках? Есть. Белго. Я знаю, что ты машина для сосисочной. Но это всё я оказывается. Ну да, да, да. Сосисочные машинки. Сосисочные машинки для сосисочной вечеринки. Ой. Что могут делать эти машинки на таких вещах? Сосисочные машинки, это которые, знаешь, как все в окрете, только в сосиске поворачивали. Ты мне почему-то понимаешь, как вкупаты. Да хуя, сильно больше, на порядок больше, ну, на полтора порядка больше, чем россиян, так поглотится вы, как Багарева, и незабетно будет, как найти Тиана, в Тердене спрашивает, это сложный вопрос. У меня никогда не получалось, когда я пытался, вот, Кфор поддерживать никак. Тут, наверное, дело в том, чтобы не искать, а как-то словить, словить поток. Что я тут хотел сделать? Отдохнуть? И уже вот отдых, ну, то есть, относительно, надо отряды. Ой, ой, спящая, слеплённый. Ну, мне нравятся ловушки. А, я возвращался вообще в город, точно, всё, 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 не паримся. Возвращаемся. Потом полечимся, отдохнём, сохранимся. Сначала сохранимся, потом полечимся, отдохнем. Нет, сначала магазин, потому что у нас уже не было. Теан, для подростков и иммигрантов, как и влюблённость. Интересная позиция. Так, чё из этого я хочу первого раза? Рингмейл мне нужен? Я не помню, я там так думаю. Ну, Симпсонов, поди всех упомни. Великий Лук, Большой Сид. Вот это я всё передаю. Всё. В гостиницу пора отдохнуть. Фух, записываемся. Неплохо погуляли. Можно ещё погулять. Ну, или хватит уже. Чё-то я не готов ещё 50 минут сидеть. Это после такого перерыва. Тяжеловато в строй возвращаться. Ты планируешь регулярно возвращаться в строй. Я так, знаешь, карту похожу, сейчас позасвечиваю ещё пару минут. Ну, а потом там, как обычно, вопросики в дискарде, всё такое. Не теряйте. Не пропадаю. Просто сейчас пока в приоритете другие дела и нужды. Которые частично, конечно, можно решить. Знаете, ну, конечно, с нашей стороны это самое главное. Что мы должны решать наши проблемы и наши нужды обеспечивать. Ну, а я всегда напоминаю, что об этом не прошу, на этом не настаиваю. Но всегда есть возможность задонатить. Да, поставьте колокольчик. Не забудьте отметить мой канал пальцем вбок. И сделать расписку о передаче недвижимости в моё властывание. И всё такое. А можно убежать из этого боя? Нет, нельзя. А можно убежать из какого-нибудь раунда этого боя? О, можно. Можно тут даже отдохнуть. Всё, ещё тут какая-то. Посмотрю немножко. Ну, и всё. Изограбляться. Да, да, да. Добродетель жертвенности. Не, ну ладно. Чего жертвенности? Не, добродетель щедрости. Это такая вещь, знаешь. Когда вот я три средства был, я мог себе позвонить. Ну, знаешь, церковные десятины. Мне нравится формат церковной десятины. Когда ты 10% от своих свободных средств, вдруг говоря, на какое-нибудь общее благо или благо какого-нибудь хорошего человека жертвуешь. А вот надо проверять. Надо нравственный надзор. Нравственный надзор организовывать. Министерство морально и всё такое. Тоталитарное Платоновское государство. Живём в тоталитарном Путинском. А интереснее было бы в Платоновском. Где всё очень-очень строго. И нет иллюзий, что за шаг в лево, шаг вправо тебя не встёжит. Хотя бы определённость какая-то была. Я пытаюсь убегать из боёв. Ну, чё там, как мультина? Ну, в мультина вообще сложная тема. Добродетель с четвёртой части начинается, с девятой тянется. А вот в пятой, в пятой, да, был хороший пример. Когда Блэкт Хорн захватил власть в отсутствии Ворда Бриджа. И наглядно показал, как можно извертить представление о добродетелях. Для личной выгоды. И для целей, полностью противоположных общему благу. Это хороший пример на самом деле. И первый, насколько я знаю, в РПГ. И в принципе, видеоигра, поднявшая тему прогнившей власти. И тоталитарного государства. И испорченных нравственных принципов. Ну, ладно. Моё патч срубили. Поэтому. Хорошо мы сегодня тут посидели. Побалакали. Придумал, как адептов секты называть Фома Аквиняне. А зачем? Есть томизм, вполне себе. Уже не надо ничего придумывать. Ну, томизм это, конечно, не секта. И не какой-то взгляд на все стороны жизни. Вот Фома Аквинского. Это антология, проработанная одна из трёх известных, глубоких, всеохватывающих за всю историю человеческой мысли. Получение о бытии, в смысле антологии. Если кто подумал, что я сказал, антология, как антология игр, онтология. Ну, он, конечно, продолжатель Аристотеля во многом. И с его положением статусов до статусов универсалей. До статусов универсалей. Ну, и он, конечно, Аристотель для него авторитет третьего порядка, авторитет второго порядка, это отцы церкви, авторитет первого порядка, естественно, священное писание. И поэтому в отношении статуса универсалей он придерживается, как это называется сейчас, умеренного реализма. То есть универсалия, то есть идеи он признаёт существующими, но не на каком-то отдельном плане бытия, а в разуме, постоянно творящем разуме Бога. Ну, и на этом, думаю, хорошо можно закончить. Сатанизм – фигня для подростков, взрослый мальчик любит селему. Ну, да, национал сатанизм. Неплохо, неплохо. Даже забавно. Хорошо сегодня погуляли, даже засветили немножечко опыта, сберегли, что очень важны, золотом разжились. Хорошо пообщались, хорошо пообщаемся всегда и в любой другой подходящей ситуации. Ну, можно там в дискорде даже, когда не стреми, не всё такое, ничего такого. А на этом всё. Спасибо всем, кто с нами сегодня побегал. До свидания.